Они продают судно 5, 6, 7 раз. Клавами Волошенко разводить кроликов. Он эту лодку показывал всем. Вам видно? Это он? Да. Вот эта мошенническая схема является вообще в принципе бизнесом. Главное это получить деньги с клиентом. Все. Подали на меня заявление о вымогательстве. Мы прилетели во Владивосток. Прям сразу. Ты дебил что ли? Здесь люди рыбу ловят не в том месте. Заходим в ангар. С видеокамерами, ну с телефонами. Кто-то похитил лодку. А наша лодка-то где находится? Когда тебе во Владивостоке начинает угрожать ФСБ. Когда мы думаем, что вот сегодня мы выйдем на заключение договора о закрытии этого прецедента, мы заберем свои деньги, забудем это как страшный сон. Мне звонит, собственно говоря, следователь из-за бегового отдела и говорит о том, что подали на меня заявление о вымогательстве. Так, нужно прийти и дать объяснение по факту вашей встречи. Где там у вас конфликт произошел или что? Нет, у нас нет конфликта. Ну вот нужно дать объяснение по факту того, что не было никаких конфликтов. Так, а что он там говорит? Ну, то, что денежные сессии с него требовали. Просто со своей такой мечтой я оказался спустя почти год в отделе со следователем на беговой. Когда я читаю это все заявление, Сергей абсолютно спокойно там написал, что лодка готова, что она существует, то, что мы хотим передать ему. Но вместо того, чтобы забрать свою лодку, Антон хочет и вымогает с меня вот такую сумму. Циничность и наглость этих людей. Мы просто приняли решение о том, что нельзя дать возможность этим людям дальше облапошивать людей. В общем, они до сих пор собирают с людей деньги. И я не удивлюсь, если с июня по сегодняшний день еще человек, не знаю, 5 внесли миллиончиков по 5-10 на счета компании «Пасифика Яртс». С тех пор у нас начались военные действия. Поэтому мы принимаем решение, что нам нужно сделать осмотр каждой верфи в Владивостоке и в Конаково и зафиксировать это. В договоре прописано, что строительство лодки происходит в городе Владивостоке, а сборка и, скажем так, сброс на воду в городе Конаково, Тверскую область. Соответственно, наша задача сделать выездные осмотры во Владивосток и в Конаково и составить акты о том, есть ли там лодка или ее нет. 20 августа, 7 часов утра. Мы прилетели во Владивосток. День недели назад мы отправили претензию с просьбой назначить осмотр и проведение проверки качества и ход строительства лодки. Но до сих пор ответа не получили. Надеюсь, улетим завтра отсюда живыми и целыми, и с морепродуктами. Приезжаем на эту верфь. Там ангар. Заходим в ангар. Там работяги что-то шлифуют. Стоит один облежший корпус лодки. Второй вообще сгнивший. Третий на улице стоит уже, весь плесенью пошел. Ну, то есть живых лодок нет вообще. Я обращаюсь к работягам, говорю, а где руководитель? Там Сергей Волошенко или Дмитрий Волошенко, кто-то здесь есть? Никого нету. Никого нету. Они все засуетились, распереживались. Вот они здесь с видеокамерами, ну, с телефонами, я так понимаю, ведут видеосъемку. Звонят Волошенко. Он говорит, да я в море. Вы специально приехали, зная, что я в море. Вы прослушиваете мой телефон. Да вас сейчас ногами вперед оттуда вынесут. Через сколько вы приедете на Снеговую 71, строение 3? Снеговую 71 потихоньку собирайтесь, я буду уезжать. Почему? Пока вас оттуда не вывезут. Ну, потому что вы на территории находитесь. Пока нас отсюда что не сделали? Пока вас не вывезли оттуда. А кто нас вывезет? Сейчас посмотрим. Я говорю, окей, вопросов нет. Набираю полицию, дежурную часть. Говорю, здравствуйте, нас сейчас будут выносить. Просим вас приехать и задокументировать факт того, как нас будут выносить. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, вызвать наряд полиции по адресу Снеговая 71, строение 3? Так, что там, скажите мне? Мы приехали получить наше имущество. Нам имущество не отдают, угрожают, что нас сейчас отсюда вынесут. И мы хотели бы защитить свои права. Прошу прислать наряд полиции. Дежурная часть принимает это заявление, приезжает наряд полиции. Мы объясняем ситуацию, говорим, ну вот послушайте, ребят, вот договор, вот платежные поручения там на 8,5 миллионов. Вот заявление Волошенко, где он черным по белому пишет, что лодка готова. Мы пришли, никого нет, лодки нет. Сотрудники полиции прошлись по ангару, посмотрели, говорят, ну поехали писать заявление. Мы, соответственно, пишем заявление о том, что вот Волошенко сказал, что лодка готова. Мы приехали, а лодки здесь нет. Значит, кто-то похитил лодку. Срочно ищите нашу лодку. В этот же момент, ну а там пока было, наверное, у нас пару часов. Мы приехали в офис компании Pacifica Yacht. Улица Оливудская, 11. Пойдем сейчас искать их офис. Я звоню Дмитрию Волошенко, это сын Сергея. Да, да. Мы просто приехали к вам в офис, потому что сегодня мы были у вас на производстве. И Сергей через ваших работников сказал, что нам лучше приехать в офис. Мы, соответственно, в офис приехали, здесь никого нет. Я просто сейчас не в городе. Мы не в городе. Прежде всего, да. Дмитрий говорит, да я вот в Москве, давайте я вернусь. И мы с вами встретимся, все обсудим, все вопросы решим. Ну, может быть, вы все-таки нам подскажете, а наша лодка-то где находится? Еще бы мы время не тратили здесь во Владивостоке. Прежде всего, в Конаково. В Конаково? А ее уже достроили? То есть ее отправили? Ну, а когда вы, что ли, то, что мы вам показывали, это она? Ну, мы дело в том, что разговаривали с вашими клиентами из Питера. И они говорят, что вы им показывали эту же самую лодку и сказали, что это их лодка. Ну, здесь какое-то недоразумение, потому что там этого не было. То есть правильно я понимаю, что лодка готова, мы можем ее осмотреть, оплатить и забрать? Мы приезжаем со следственной оперативной группой наверх, буквально за пару шагов до ангара. Дверка закрывается, на нее вешается замок, и работяги, видимо, где-то там через другой выход уходят. Еще раз, обеспечьте, пожалуйста, явку сюда человека, чтобы открыли ваш этот склад. Ну, смотрите, просто там, ну, тяжело в тем. Ничего тяжелого здесь нет. Ничего здесь нет тяжелого, потому что только что 15 минут назад здесь сидели с открытой дверью ребята, которые строят ваши эти корабли. И как только они увидели нас, они тут же повесили замочек, а куда-то здесь свинтили. Ну, я говорю, нет. То есть вы отказываетесь это делать? Ну, как я отказываюсь? У вас нет возможности это сделать. А почему нет возможности? Ну, потому что я сейчас не в городе. Ну, хорошо, вы не в городе. Сотрудника своего пришлите, который вешал замок 15 минут назад. Я, честно вам говорю, у меня нет возможности ее открыть. Следователь звонит Волошенко. Волошенко говорит, я в море, не могу явиться, сейчас вам перезвонит адвокат. Перезванивает некое лицо, которое представилось как адвокат. При этом достаточно борзо, ну, скажем так, по-владивостокски, чуть ли не по фене. Начинает рассказывать следователю, что вы как бы здесь не правы, вы соберите свои манатки и проваливайте оттуда. Ну, следователь молодой, тоже ломиться он не может туда. Со слов директора, ваша, ну, что это лодка, я автор, я не знаю, катер строится в фирской области. Это он сказал, это он сказал. Я начинаю вещание в инстаграм. Все это ситуации, мы бегаем там с полицейскими на этой верфи, пытаемся составить акт, свидетелей тут нашли. И тут мне в инстаграм начинают писать владивостокские ребята. А это случайно не компания Pacifica Яхт, а это не Сергей Волошенко, самый известный мошенник во Владивостоке. На следующий день мне нужно было вылетать, буквально за пару часов, наверное, до вылета мне поступает звонок. Как вы думаете, от кого? От господина Волошенко. В котором господин Волошенко прям сразу, сходу... Ты будешь отвечать на вопросы, а не я. Ты, ты сюда приперся зачем-то. Ты дураком выстрелил себя и всех вокруг себя. Я тебе говорю, человек, остановись. Останься на день, дешевле будет. Вы угрожаете мне? Вася, а я как там тебя? Никита, ты вообще ни в теме, ни в какой. Я тебе еще раз говорю, ты вообще ничего не понимаешь, что здесь делается. Здесь люди рыбу ловят не в том месте. Куда ты лезешь? Ты дебил, что ли, вообще? Я не буду дебилером просто. Я тебе говорю, приедь сюда, я тебе покажу осторожно документы. Чем занимаются здесь ФСБ, по тематике, которой мы занимаемся. В общем, основный расклад его следующий. Ты тут приехал, нам тут проблем на создавал и быстренько уезжаешь. Ты как бы не уезжай. Приедь ко мне, я тебе тут кое-что покажу, а потом сам тебе билет куплю. Когда тебе во Владивостоке начинает угрожать ФСБ, сказать, что я не испугался, конечно же, я испугался. А наш лодка-то где находится? Конакова. А там давно вы что-то едете? Здесь видите баннеры Pacifico-яхт. А вот здесь Pacifico-яхт нет. Все, что находится на верхе, принадлежит ему. Они набрали 300 миллионов по стройке этих яхт. Да, просто что-то такое, не нужно. Покажите нам НАД 99-й. Установление о каком катабарате сейчас идет речь. Также скрытно угнал катабарану в Москву. Кто его забрал? Уж точно не те пятеро заказчиков, которые за него заплатили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова